Здравствуйте, друзья! С вами Пётр, и я приветствую вас от себя лично, а также от имени компании DVPlay. Сегодня я представляю вашему вниманию мини-акустическую систему Eplitus L595. Eplitus L595 имеет традиционный набор функций, традиционный, конечно же, для устройств подобного типа. А именно, в наличии имеется FM-радио, Eplitus умеет воспроизводить аудио с внешних устройств, с тех устройств, с которых надо улучшить качество звука. Это может быть и MP3-плеер, и телефоны, смартфоны, планшеты и так далее и тому подобное. Также умеет воспроизводить аудио с карточки microSD и с USB-флэш. Eplitus L595 не ограничивается одним цветом, и вы всегда сможете подобрать себе именно тот свет, который вам больше по душе. Упакована мини-колонка вот в такую коробочку. Давайте посмотрим, что у неё находится внутри. Внутри находится сама мини-акустическая система, а также многофункциональный кабель. Вот он. Он служит для подачи внешнего сигнала на линейный вход, также служит антенной при использовании устройства в качестве FM-приёмника, а также для зарядки встроенного аккумулятора. Теперь давайте поближе познакомимся с самим устройством. Поверьте, мы его немножко в руках. Устройство Eplitus L595 аккуратное, компактное. Ремешок уже закреплён к корпусу этой мини-акустической системы. Ремешок, который ещё раз подчёркивает мобильность этого устройства. Динамик расположен в нижней части корпуса, вот здесь вот. Звучит неплохо, но это мы ещё успеем послушать. Нижняя поверхность ножки прорезиненная или резиновая, так что скользить по поверхности мини-акустика не будет, по той поверхности, на которой она будет стоять. Все коммутационные разъёмы расположены по периметру верхней части корпуса. Это наушники, выход на наушники. Рядом с ним расположен картридер под карточку microSD, вход USB, а также универсальный вход. Это и линейный вход сюда с помощью кабеля, имеющегося в комплекте. Мы можем подать сигнал с любого устройства, имеющего выход на наушники. Ну, это, как я уже говорил неоднократно, может быть, и mp3-плеер, и телефон, и смартфон, и планшет. В общем, всё, что угодно. Он же одновременно является входом антенны FM-приёмника. В качестве антенны может служить, как я уже говорил выше, тот же самый комплектный кабель универсальный, который есть в комплекте. Также этот вход служит для подсоединения блока питания для зарядки встроенного аккумулятора. На верхней части, на верхней поверхности мини-акустики находится индикатор, вот это, и клавиша управления. Верхняя группа кнопок, верхняя десятка от 0 до 9, это клавиши быстрого доступа к предварительно настроенным радиостанциям или к трекам, которые мы будем считывать, прослушивать с microSD-карточки или с USB-шки, с флешки. Так, нижний ряд кнопочек имеет кнопка включения-выключения мини-акустической системы, затем клавиши MODE, это клавиши переключения между режимами мини-системы. Режимов у неё 4, это режим microSD, режим USB, режим FM-приёмника, а также режим линейного входа, то есть режим воспроизведения сигнала с внешнего устройства. Затем вот эти две кнопочки, кнопки последовательного перехода между радиостанциями или перехода между композицией, которые воспроизводятся с карточки microSD или USB-флэш. Ну и посередине находится кнопка воспроизведения паузы. В режиме радио нажатие на эту кнопку приводит к отключению звука, повторное нажатие к его включению. Кроме того, в режиме FM длительное её удержание приводит к автонастройке на все доступные радиостанции. Так, ну что ж, с внешним видом мы познакомились, разобрались с назначением всех кнопочек и разъёмов, а теперь, как обычно, по традиции, посмотрим в работе мини-акустическую систему. Я немножко помолчу, чтобы дать вам возможность без помех с моей стороны оценить звучание и внешний вид мини-акустической системы и плитус L595. Продолжение следует... 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 Всем пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...